Дамы и господа, Стив Джобс. Стив Джобс ушел из жизни в конце 2011 года. К началу 2016-го обоснователе Apple снято более 10 документальных фильмов. И вот теперь уже два художественных нонсенс в истории кинематографа. В нашей жизни иногда встречаются люди с такой внушительной энергетикой, что мы оказываемся на орбите их планеты. Мы подстраиваем наши планы под его желания. И, кажется, не в состоянии вырваться из этого гравитационного плена. Музыканты играют на инструментах. Я дирижирую оркестром. Кажется, никто из съемочной группы не хотел бы быть другом Стива Джобса. Или уж тем более работать в его компании. Продолжишь твитировать всех без причины, и компьютер не с кем будет здороваться. В отличие от фильма 2013 года с Эштоном Кутчером, где главный герой, персонаж, безусловно, положительный, здесь человек, который изменил мир, представлен со всеми своими известными недостатками. И ты не признаешь правдой и унижаешь подчиненных. Даже будь это правдой, не вижу в этом ничего ужасного. Соглашусь с тем, что морально-нравственные принципы Стива Джобса, если таковые были, весьма сомнительны. Было в Стиве Джобсе какое-то качество, которое не позволило ему замедлиться ни на минуту за все эти годы. И когда ему на пути попадались люди, он, не задумываясь, растаптывал их. Сценарий к картине написал Аарон Соркин. Предыдущие его фильмы «Человек, который изменил все», название, что слоган к новой ленте, и «Социальная сеть» о другом герое IT Марке Цукерберге. К реальной биографии своего героя Соркин отнесся без особого пиетета. Добавил черты характера, которых у прототипа не было, убрал, наоборот, существующие. В итоге Стив Джобс, по выражению Дэнни Бойла, превратился в персонажа чуть ли не шекспировского. Акция «Эппл» стоит 441 миллион долларов, а мы с твоей дочерью живем на пособие. Она твоя... Она не моя дочь! До начала съемок Бойл запасся временем на репетиции, а потом, что невероятная редкость для кино, снимал сцены последовательно, в полном соответствии с хронологией фильма. Здесь вообще каждый работал так, как никогда раньше, и, возможно, оттого. Картина получилась уникальной для Байопика. Союз директоров считает, что компания больше не нуждается в твоих услугах. Я изобрел будущее в своем гараже, потому что творцы создают, а посредственности голосуют. Вернулся, чтобы уничтожить меня? Не смеши. Я займу место в портере и полюбуюсь, как ты сам это сделаешь. А еще в Стиве Джобсе невиданная концентрация кинонаград на один квадратный кадр. Режиссер, обладатель Оскара, сценарист тоже в главных ролях, Кейт Уинслет, само собой, не без главной статуэтки, и Майкл Фассбендер, в портфолио которого уже есть венецианский лев, но и приз американской киноакадемии «Лишь вопрос времени». И фильм Стив Джобс, вполне возможно, это время сильно сократил. Здесь системная ошибка. Исправь. Исправить? Да. Это не колеса на болиде поменять. Пары секунд не хватит. Пара секунд? У вас были три недели. Вселенную создали втрое быстрее. Продолжение следует...